Особое мнение на 101FM Он касается поправок в законодательство о митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях К Валерию Басюкову было множество вопросов у собравшихся Довольно дотошно разбирали его законопроект Я тебя прошу оценить эту инициативу Ты, конечно же, с ней подробно знакомился Там несколько ограничений, уменьшение количества участников мероприятий В связи с тем, что ограничиваются и места, где эти мероприятия можно проводить И площадь на одного человека рассчитанная И удаленность от зданий, где располагаются, например, правительства, администрации и так далее Есть ли что-то, что тебя насторожило в этом законопроекте? Во-первых, тут нужно сразу отметить, если возникло много вопросов То, значит, безусловно, это предложение было очень плохо проработано И я вот две вещи заметил, которые были очень плохо проработаны Во-первых, очень плохая работа с пословицами То есть очень плохо поработали с пословицами Их, во-первых, мало использовали Ну, господин Басюк Во-первых, мало очень использовали А когда ты говоришь, использовали, ты имеешь в виду всю Единую Россию, которая за ним стоит? В мотивационной части, я не знаю, кто там стоит, но они очень плохо поработали с пословицами. Ну, забыли, например, пословицу «семь раз отмерь, один раз отрежь». Незаконно, мне кажется, забыли. Ее нужно было вспомнить обязательно. Другие мотивировки, которые вот с той же самой площадью, да, то есть сколько квадратных метров там, да, а напомни, сколько там, семь и шесть, ой, один и шесть. Было 0,5 на человека, теперь полтора квадратных метров. Вот я как-то помню давным, давно уже, наверное, лет 10 назад у нас был такой законопроект, что у нас в общественном транспорте должно быть по одному квадратному метру на каждого человека, и журналист проводил эксперимент, он туда с обручем залез. Стоял в обруче, и свой квадратный метр, он отстаивал, вот если бы так же, я и кто-то у нас отстаивал вот этот вот квадратный метр в общественном транспорте, я, наверное, думаю, здесь бы лучше бы дело пошло. А здесь каким-то образом нет никаких таких мотивационных решений, которые бы убедили общественную палату до любого человека, которому объясняли бы. Вот в том же самом автобусе и троллейбусе, да, когда, не получая квадратный метр, люди толкаются и сидят, как сельди в бочке, да, там тоже может произойти всё, что угодно. Правильно? Может ведь. Может какой-то неуравновешенный психический человек оказаться, который будет свой квадратный метр отстаивать и махать каким-нибудь опасным предметом, да. Ну, то есть здесь та же самая история. Я не увидел мотивации никакой, кроме вот этих вот пословиц, да, которые, я ещё раз говорю, их много у нас. Ну, надо сказать, что просто Валерий Басюка, когда отвечал на вопросы общественников, использовал очень активно фольклор русский. Видите, как здорово. И вместо того, чтобы какую-то аргументацию, да, чёткую, ясную, понятную применять, он говорил, что, ну, примерно так у других, а потом он говорил, что у всех по-разному, а потом приводил вот как раз... Ну, возможно, это вообще популяризация вот народного творчества, фольклора. Ну, вот так ты оценил аргументацию, собственно говоря, господина Басюка. А вообще сама инициатива, ведь... Я не понимаю, откуда она взялась, эта инициатива. У нас когда-то были какие-то проблемы, точнее, не мотивация, а упрёки в том, что, ну, а что нам, ждать проблем? И если мы ничего не примем, когда-нибудь она будет, ну, это... Самый главный мотив, который был приведён, это мотив, возможно, и террористической угрозы. Говорили, что с расстояния ближе 50 метров легче бросить зажигалку в здание, например, правительства. Это очень такая смешная мотивация. Давайте это будем рассматривать тогда везде демонстрацию. Скоро у нас будут 1 мая, да, 9 мая. У нас спортивные мероприятия, у нас много чего есть. И я не понимаю вообще, откуда вот это... То есть, либо это какое-то ЦУ, непонятно откуда, да, пришедшее, либо это такой популизм. То есть, под видом того, что мы вот заботимся о безопасности, кого непонятно, да, мы вот делаем вот такую штуку, а ещё мы знаем пословицу. Аргументация господина Басюка не убедила членов комиссии, которые собрались для того, чтобы разобрать этот законопроект, и общественники предложили собрать мнение горожан, граждан Кировской области об этом законопроекте. Как ты думаешь, необходима ли общественная дискуссия по поводу этого законопроекта? В таком виде, в каком он есть сейчас, тут никакой необходимости нет. Тут следует учитывать, что у нас вообще люди, и общественность, и общественная палата, и люди очень жёстко относятся к любым запретительным мерам. А если они ещё и не мотивированы, и достаточно чётко, и нет позиций, зачем и почему это делается, то здесь мы получим вообще обратный эффект. У нас будет митинг против запрета митингов, и ещё что-нибудь вот в этом подобное, масло масляное. Ну, на самом деле, то есть тут уже можно сразу же сказать, как люди к этому отнесутся, если тут не будет никаких там подкрутов в голосовании и так далее. Ну, смешно. Как нам стало известно, на ближайшем заседании областного законодательного собрания эта инициатива рассматриваться не будет, и время для опроса населения есть. Но вот ты говоришь, что люди против запретов, и они могут выйти на митинг против запрета или ограничений по митингам, шествиям и прочему. Но я вот на самом деле не вижу, чтобы эту тему обсуждал кто-то, кроме оппозиционных партий и представителей общественной палаты. Мне кажется, может быть, для этого всё и делалось, потому что нормальный человек тут вообще непонятно, чего объяснять. То есть тут вообще некоторые люди, может, это за шутку сочли, ещё с учётом вот этих вот пословиц и всего прочего. Это такая смахивает очень на первоапрельскую шутку. Непонятно, что. Вот тут какой-то ступор. Что обсуждать? Какие могут? Тут абсолютно ясные, чёткие могут быть доводы против этого. Но их говорить, вот это, наверное, настолько простые вещи. Я не понимаю, может быть, поэтому люди не обсуждают, обсуждают партии. Может быть, это, потому что их напрямую касается, да, их там вот эти вот, в том числе и по площадям, и по количеству участников, которые могут всё сводиться к тому, что у нас и вообще не останется таких площадок. Вот вопрос по площадкам. Мы знаем, что в Кирове есть только одна такая площадка. Наш местный гайдпарк располагается в сквере борцам революции, да, Степану Халтурину. Памятник там стоит. Он вмещал раньше 6800 человек по старым нормам, сейчас где-то будет 2300 вот так вот вмещать. Как считаешь, городские власти, которые дали правильный, хороший, не знаю, насколько правильный, но положительный отзыв на этот законопроект, говорят, что этого достаточно для нас. Считаешь ли ты, что вот такой площадки, которая будет теперь вмещать разрешённые 2300 человек, для города Кирова полумиллионного достаточно? Нет, конечно, недостаточно. Вот даже если брать вот тот самый мусорный митинг, да, который, ну и не скажем, что он очень сильно популяризацией самого себя занимался, но тем не менее мы помним, сколько там народу было, и там не то чтобы... По разным оценкам от тысячи до полутора. И, ну, давайте представим, что если у нас народу соберётся больше по какому-то поводу, да, то есть мы уже туда не влезем. Это всё звенья одной цепи, всё той же цепочки, когда власть не готова слушать людей. Вот если это Единая Россия выдвигает такие инициативы, да, значит, она не готова слушать людей, она не готова общаться с людьми. Тем более, когда людей много, и в этом смысле, ну, уж как бы я не относился к мусорной реформе, но я вот, например, всё время поражаюсь и даже пишу свои восторженные отзывы господину Куршакову как пресс-секретарю. Он стойко посещает эти мероприятия, он общается, при том, что понятно, что люди в большинстве своём настроены крайне агрессивно. Он ходит на эти мероприятия, он общается, он пытается чего-то людям сказать. И ничего страшного с ним не происходит. И ничего страшного он в этом не видит, и с ним ничего страшного не происходит. Никто его не разорвал, ну, может, кто-то там 90% его не услышали, не захотели услышать, но он это делает. Вредный законопроект, на твоих взглядах. Вредный законопроект. Вредный. Раз уж заговорили о куприте и о мусорных митингах, то я хочу спросить, известно ли тебе что-нибудь о судьбе той комиссии, как бы она ни называлась, наблюдательной комиссией, общественной комиссии, которую создавали и создали при куприте. И одно заседание этой комиссии было. И я не помню, ты туда включён? В этот список нет? Но тут одно заседание было. А потом была встреча с организаторами митинга против мусорной реформы 17 марта у губернатора, и губернатор предложил комиссию сделать не при куприте, не при муниципалитете, а при региональном правительстве, и с тех пор ничего не слышно. Что ты знаешь об этой истории? Я, честно говоря, знаю не больше того, что сейчас сказали, но единственное, что знаю, сейчас все активно очень ждут, что последует за решениями антимонопольщиков, которые мы ждём, я, насколько понимаю, уже со дня на день. В зависимости от этого, какие комментарии и мотивационная часть последуют за решениями суда, здесь всё. Сейчас такое некое, мне кажется, перемирие, которое должно собрать в какой-то воедино, что произошло с начала мусорной реформы до сегодняшнего дня, и с учётом всех проверок, решений судов и так далее. Я, честно говоря, тоже с удовольствием почитаю все эти вещи, что там происходит. Следующая тема, которую хочется с тобой разобрать, она такая достаточно, с одной стороны, лёгкая, и даже, не знаю, можно ли её сказать, назвать юмористической какой-то такой историей, но, тем не менее, обнаружился фейковый аккаунт Ильи Шульгина, сити-менеджера города Кирова, от имени главы города со странички Фавконтакте. Кто-то отвечает на жалобы кировчан в городских пабликах, в частности, взлом кировчани, где очень активно критикуют действия властей. Например, на возмущение о том, что из-за строительства ливнёвки для путепровода подтапливает несколько домов на Комсомольской, фейковый Шульгин ответил «Сожалеем». после рассказа о том, что музей Рембрандта в Кирове, или Рембрандта в Кирове, теперь не видно из-за гор мусора, написал «Разберёмся» на замечание, что страница фейковая, за вами выехали. Но так и выяснилось, что она фейковая. Страничка, с которой ведётся переписка, закрыта. Город сказал, что у Ильи Шульгина нет страницы, ни в одной социальной сети. И о чём это говорит, как ты думаешь? Выросла ли популярность, может быть, Ильи Вячеславовича Шульгина? Может быть, ему уже пора задуматься о тем, чтобы завести собственный аккаунт? Смотрите, Света, там нет никаких оскорблений. Там не было никто от лица Ильи Вячеславовича, никого не оскорбляет. То есть это сделано, скажем так, культурно. Культурно, значит, это у нас даже, я бы не назвал юмор, это такая очень, на мой взгляд, остроумная сатира. Сатира, которая Илье Вячеславовичу очень чётко даёт понять, что, Илья Вячеславович, вы не общаетесь с народом, вы не отвечаете на какие-то вопросы. И вот мы вам, грубо говоря, намекаем, что с народом нужно общаться. Прервёмся на полминуты и продолжим с вопросом об аккаунтах первых лиц города и региона в соцсетях. Продолжим программу «Особое мнение». У микрофона работает сегодня Светлана Занько. «Особое мнение» высказывает журналист и член общественной палаты Кировской области Владислав Крысов. Ну вот ты сказал, что это такой тонкий троллинг или прямой намёк Илье Шугину. Окей, сатира. Ты говоришь, что таким образом люди дают понять Илье Вячеславовичу, что он не общается с горожанами. Не общается с горожанами открыто или именно в соцсетях требуется общение? Вообще не хватает общения. Хоть какое. То есть у нас сейчас такие времена, были раньше другие времена, не было интернета. И я помню очень прекрасную историю, когда был глава города Василий Алексеевич Киселёв. И он, вот что бы ни случилось, он считал своим долгом раз в неделю хотя бы встречаться с журналистами, отвечать на все вопросы, безо всякой подготовки. То есть ему никто не засылал там за месяц, за два эти вопросы, никто, никакая пресс-служба ему их не прорабатывала. Он открывал дверь, и заходили все, кто хотели, и отвечали на вопросы. И он отвечал на все вопросы. Сейчас такого нет. Сейчас закрылись кучи барьеров, проходных, пресс-служб 20 человек и так далее. Ну, окей, может быть, времена такие. Сейчас есть другие инструменты. И мне кажется, использовать власть должна все инструменты для того, чтобы общаться с гражданами и чтобы показывать, что мы здесь, мы тоже с вами, мы не где-то там. Да, вернемся к соцсетям. У госпожи Ковалевой Елены Васильевны, мэра города, есть аккаунт в соцсетях. У господина Васильева, губернатора Кировской области, есть аккаунт в соцсетях. У Дмитрия Александровича Курдюмова, заместителя представителя правительства, есть аккаунт в соцсетях. Ты смотришь на них, пользуешься, читаешь? Да, я периодически захожу. И что там, активное общение с гражданами региона? Я бы не сказал, что есть, но я вижу регулярно, как Дмитрий Александрович отвечает на какие-то вопросы, в том числе по медицине. Периодически я вижу, что он отвечает, Александр Анатольевич Чурин отвечает, Игорь Владимирович. Вот я тебе скажу, я тебе приведу пример. Последний пост в аккаунте Елены Васильевны Ковалевой от 8 апреля, где она говорит, что городской прокуратурой в декабре 2018 года в связи с резким ростом количества насильственных преступлений в отношении детей и подростков был разработан проект «Детство без жестокости». Он предусматривает целый ряд мероприятий, направленных на предотвращение случаев жестокого обращения с детьми. Главная цель проекта ранее выявление семей, нуждающихся в поддержке со стороны органов власти, учреждений, здравоохранения, образования и соцпомощи. Я специально полностью зачитаю. Безусловно, дети не должны страдать, а тем более гибнуть от рук взрослых. И если есть хоть какой-то шанс предотвратить трагедию, мы должны его использовать подробнее. И дальше Дума, Киров, ссылка на сайт, где большой пресс-релиз располагается. Но Елену Васильевну активно лайкают. Не все лайкают. Некоторые фоточки вообще не лайкают. Вот здесь вот под некоторыми там 1-2 лайка стоит. Здесь лайков было достаточно, 13 штук. Я под этим сообщением написала день назад свой комментарий конкретный. Я сказала, что наши подростки регулярно организуют в заброшенных местах, в заброшках, недостроях тусовки. Например, в недострое во враге на Ленина Герцена и Свободы, ты знаешь, это замороженный недострой. Уже с потеплением начали пить, бутылки бить целыми компаниями. Там и девочки, и мальчики. И написала, примите как сигнал, пожалуйста. И там я, там мой аккаунт Светлана Занько. Ты думаешь, кто-то что-то написал или ответил мне в соцсетях? Или кто-то позвонил в редакцию или на мой личный телефон, который есть, кстати говоря, у всех абсолютно членов там, кого надо, у всех есть. У Елены Васильевны точно есть. Может, Елена Васильевна не знает, что ответить. А ты, Света, не ходил по заброшкам? Никто даже не лайкнул. А ты не ходила по заброшкам? И вообще никак, никак ты не отреагировал на это. Ну, естественно, это еще один сигнал. Какой ответ? О чем ты говоришь? Вот ты пролистай аккаунты в соцсетях. Нет никаких ответов. Мы переписываемся друг с другом. Вот я сейчас нахожу еще один аккаунт от 28 марта. Тоже я там прокомментировала. Мне ответил, знаешь кто? Александр Быкасов, наш коллега-журналист. Больше ничего. Ты серьезно считаешь, что эти аккаунты, которые существуют, они рабочие? Я серьезно считаю, что они должны стать рабочим инструментом. Если они уже созданы... А вот тут что-то не троллят никак, я не знаю. У вас, товарищи, есть аккаунты, как вы красиво собираетесь с компаниями, выезжаете в одно место, в другое место. И что? Для этого, что ли, соцсети? Уже кто-то... Нет, ну, во-первых, давайте начнем с того, что соцсети это вообще личное, скажем так, да? Как я им хочу, так я им и распоряжаюсь. То, что он есть, это уже хорошо. То, что он хотя бы есть. Нет, личная страничка, это личная страничка, а страничка губернатора, а страничка у Игоря Васильева так называется, губернатор Васильев, а не Игорек Васильев там, понимаешь? Что значит личное? У меня тоже не Владичек называется. Окей, но тем не менее, когда пишут губернатор Васильев или у Елены Васильевны Ковалевой конкретно по ее деятельности ведется аккаунт, то это вот... Ну вот, значит, будем смотреть и будем об этом чаще говорить и ждать, когда нам Светлане ответят по поводу забросов. Это не ответ, Влад. Я другой жду от тебя ответ. Ты сказал, что вот везет Васильев. Вот Курдюмов пишет, значит, Чурин пишет. Но они пишут, они вообще туда заглядывают. Что для чего это? Похвастаться тем, что у нас хорошо сделано? Ни одного вопроса не задается. Никто не пишет сюда в аккаунт. Задавайте свои вопросы туда-то. У Игоря Васильева есть ссылка вот на тот ящик, куда все там шлют. И там дальше уже его аппарат как-то работает. Но ты, когда заходишь на страничку Игоря Васильева или там возможную страничку Ильи Шульгина или на страничку Елены Ковалевой, ты ожидаешь, что этот человек, чья фоточка на аватарке, он смотрит и он тебе ответит. Может быть, смешно ожидать от губернатора, что он каждому гражданину ответит. Тогда зачем это? Мне кажется, он смотрит. Другой вопрос, ответит или не ответит, тут все равно есть издержки публичности некой. То есть он не может ответить там «А, Светочка, привет! Я тебе отвечу сейчас!» Он тоже так не может. У них есть... Я к нему тоже не обращаюсь таким уменьшительно-ласкательным. Но ты пишешь конкретно? Есть тема? Окей, нет вопроса к жителям. Там, напишите мне ваша реакция, ваши предложения, еще что-то. Нет, я согласен над тем, что с этим... Но человек пишет, если туда уж что-то написал. Так не для развлечения тоже. Есть, конечно, люди, которые развлекаются, но, поверь, я не для развлечения писала. Реально, реально в прошлом году и позапрошлом, я всегда об этом говорю в эфире, собираются подростки разными компаниями, там же живут бомжи, а мы говорим о безопасности. И никто не реагирует. Ну, будем надеяться, что... Я согласен абсолютно, что эти... Если они созданы как от официального лица странички, То есть они должны работать. Как они должны функционировать? Я не могу, Света, вот у меня у самого нет времени. У меня иногда письма по три, по четыре дня лежат. Зачем они тогда нужны, эти аккаунты? Погоди, у меня есть аккаунт, и у меня письма, я иногда не могу и по три, и по четыре дня ответить, потому что это реально такая ситуация. Давай представим, каким образом там работает губернатор или еще кто-то. Я тоже думаю, что если у меня регулярно такая проблема, я не могу ответить человеку. Не могу. И что мне сейчас, закрыть все аккаунты? Сформулируй тогда мне, пожалуйста. Вот Илья Вячеславович бы тоже у тебя спросил. Ну вот у этих ребят есть аккаунты. Ну, по крайней мере, они... И там никакой работы нет. Там только те же самые, только там более человеческими словами, по крайней мере, у Елены Васильевны Ковалевой, она человеческая, или кто-то за нее, все человеческими словами переиначивает то, что происходило на каком-нибудь совещании, собрании и так далее. Дальше ссылка на большой пресс-релиз. Это не общение. Мы сделали вот это, мы были там-то. Я согласен, что это не общение, но я не могу ответить, зачем этим людям. Я же не могу за этих людей ответить. То есть аккаунт, он есть. Я тебе не говорю. Я тебя как человека спрашиваю, зачем он должен быть, как он должен работать? Мне кажется, в каком смысле, как он должен работать? У меня... Мой аккаунт, он сегодня работает так, через полгода он работает по-другому. Ты говоришь, они должны общаться, пользоваться всеми возможными инструментами общения. Шульгин что? Должен завести аккаунт в соцсети? Почему должен? Это его, собственно, если он хочет, пусть он заведет. И если хотя бы одно письмо до него дойдет, или вот хотя бы одно обращение, и он на него ответит, это будет замечательно. Пусть даже хотя бы ради одного этого письма, я еще раз говорю, что нужно использовать все, любые методы общения с людьми. Это эффективный метод в соцсети? Он может быть эффективным. Сейчас он эффективный? Сейчас нет. Неэффективный. Возвращаемся к истории про то, что власть не использует другие инструменты для общения с людьми. А как же, ты говоришь, чтобы можно было любые прямые вопросы задать, например, журналистам? А как же знаменитые пресс-завтраки Игоря Васильева, которые устраиваются раз в месяц, и там никто заранее не определяет повестку? Ну, то есть, тема есть, потому что так сами договорились на первоначальном этапе губернатора с журналистами, но журналисты приходят с любыми вопросами. Нет, Игорь Владимирович общается, я ничего не говорю по пресс-завтраку. А Шугин мало общается? Абсолютно мало, очень мало. Ну, действительно, очень мало. Посоветуй ему что-нибудь. Пресс-конференция, я говорю. Еженедельная? Я привел в пример Василия Алексеевича Киселева. Если у человека нет сетей, не может он отвечать. У меня есть пресс-час, по-моему, каждую неделю. Каждую неделю с прессой. Значит, это плохой пресс-час. Почему? Я вот первый раз о нем у тебя слышал. Потому что ты ушел из СМИ. И что? Я же смотрю за информационной повесткой. С пресс-часа всегда есть новости. Ну, вот я их очень мало вижу. Значит, нужно искать какие-то методы общения. Если бы Васильев, Шульгин и Ковалева регулярно встречались на открытых там каких-то площадках в сквере борцам революции. В сквере-то сразу. Ну, как у нас единственное место, где собраться могут люди не санкционированы. Это единственное место определенное здесь. И там все время было бы по понедельникам Ковалева выходит на улицу, по средам выходит Шульгин, а по субботам Васильев. Это было бы эффективно? А что? А куда людям податься? В соцсетях никто не отвечает. При завтраке тебя не удовлетворяют. Сгонять народ в кабинет чего-нибудь не получится. На улицах тогда? Ты говоришь, надо быть открытыми. Где еще открытие быть, как не на улице? С этим же Василием Алексеевичем мы часто очень встречались на улице и какие-то вещи обсуждали. Человек, кстати, не боится. Ройзман бегал раньше и во время пробежки каждое утро с кем-то там общался. Может, пускай они бегают по утрам по набережной. Отличная идея. И общаются с населением. Давайте. Я-то вот идеями фонтанирую. А ты-то почему молчишь? Ты говоришь, надо больше общаться, а сам не говоришь, как? Как? Как общаться? С людьми или с журналистами? С людьми. С людьми, да. Чаще на улицах бывать. Не знаю. Илья Вячеславович часто у нас ездит на... Хотя бы и уходит пешком. Вот Елену Васильевну я видел в Александровском саду. Несколько раз даже ее видел. Она вот почему-то не стесняется и не боится гулять. Александра Антоновича Ирину гуляет в Александровском саду? В Александровском саду не видел. Игоря Владимировича тоже не видел. Постоянно езжу гулять в Порошино. Думаю, интересно, кто здесь гуляет. Ты можешь мне сформулировать? Куда им ходить гулять или что сформулировать? Где им встречаться чаще с населением? Ты говоришь, надо чаще. Где как? На улицу чаще выходить. Выходить? Дышать воздухом на набережной Грины, например. Посмотреть, как у нас там рушится тротуар, например. Берешь, одно дело. А тут вот прогулки... Одно дело просто гулять и что-то человеку подходить. Он тоже человек, он может погулять. Конечно. А другое дело официально сказать. Вот я каждую неделю или каждый день бегаю, хожу и так-то, так-то. Можем с вами, как Ройзман, обсудить вопросы. Не знаю. Граждане, подходите. Как насчет Ройзмана, было бы очень здорово, если бы раз в неделю хотя бы была такая дискуссионная площадка. Ну, хотя бы там, я не знаю, час времени хотя бы. На пробежке. Представляешь, сколько народу принять? На пробежке. На прогулке. На прогулке. Прогулка по Александровскому саду. Прогулки с мэром. Прогулки с сити-менеджером. Прогулки с губернатором. Вообще было бы отлично. Прогулки по вятке. Прервемся на полторы минуты. Это особое мнение Владислава Крысова. Мы продолжим. Особое мнение. Да, это программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько. Своё особое мнение сегодня высказывает Владислав Крысов, журналист, член общественной палаты Кировской области. Ну, так и не хочется уходить от темы прогулок по Кирову. Я вот вспомнила, что гулял же Илья Вячеславович Шульгин с Варлавовым по городу. Очень долго гулял. Не узнали. И народ как-то не особо подходил, я тебе скажу. Не узнали? Не узнали. Я боюсь, что много кого не узнали бы, гировчане. Вон, спроси у школьников, кто у нас мэр города или губернатор. У студентов спроси. У бабушек спроси. Знают? Ну, губернатор, мне кажется, скажут. А с мэром и с головой и администрацией намудрили уже давно. И сейчас давным-давно все начали в этом путаться. Так, перейдём к дорогам. Горячая линия по дорогам работает на этой неделе. Горячая линия открыла горячую линию как раз группа, которую ты возглавляешь по контролю за ремонтом и строительством дорог. Группа преосущественная на палате Кировской области. Я знаю, что на вчерашний день туда поступило уже около 60 обращений. Какого рода это обращение? О чём люди говорят? Вообще изначально, то есть, понятно, что это спрашивалось не про каждую яму, да, а какие-то выявить участки. Но, если честно, здесь, на мой взгляд, здесь просто нужно привлечь общественность к этой проблеме, потому что эта проблема у нас, она не только кировская, она общефедеральная, её сейчас везде. То, что сейчас у нас происходит, сейчас у нас впереди гарантийный ремонт, в первую очередь. А это те самые дороги, которые сделали в том году. И если люди помогут определить вот те самые участки, которые нынче нужны по гарантийному ремонту, отремонтировать, хотя, как мне утверждают, их все знают. Но лишний раз привлечь общественность к этой работе, да, по выявлению этих участков, это будет очень здорово. Вот, и в первую очередь для этого это сделано. Зачем? Чтобы общественно... Ну, затем, чтобы не было потом... И так все знают. Плановая работа, зачем? Знают, знают. Но каждый раз выясняется то, что знают не всё. Так. Вот. И таким образом, кроме всего прочего, есть же все эти вот нормативы, какая нормативная, яма какая ненормативная, яма какой гарантийный случай, какой негарантийный случай и так далее. Я думаю, у власти ещё хватит головных болей с этим разбираться. А вы-то что будете делать? Ваша группа по контролю? Во-первых, контролировать, чтобы действительно аварийные участки, они действительно были отремонтированы. Бывает часто так, мы часто задаёмся вопросом, а почему именно эту улицу ремонтируют, а не ту, которая в пять раз хуже, грубо говоря, да? Вот конкретно сейчас, из того, что поступило, что там есть, о чём люди говорят? Ямы, которые, по мнению людей, они именно угрожают жизни, здоровью. В основном ямы. Да, именно на тех участках, на гарантийных. Затем всё это дело нам предстоит сравнить с информацией, которая есть у ГИБДД, которая имеет тоже свои претензии и предписания на такие ненормативные. Да, потом есть информация у администрации города. Всё это нужно собрать воедино. Понятно, что всё не сделать. Таким образом, с помощью общественности нужно понять, ребята, где совсем ах, для того, чтобы мы каким-то образом все вместе, мы со стороны общественности могли бы в какой-то диалог с властью вступить и сказать, что действительно у нас вот здесь гораздо хуже. Я до сих пор не понимаю, честно я тебе скажу, Влад, до сих пор не понимаю, и ты сам об этом говоришь. Потому что власти прекрасно себе представляют, где наиболее аварийные участки, где ямы ГИБДД всё время замеряют и так далее. Светлана, там всё очень сложно, в том числе в части реагирования на эти сигналы. Каждую яму мы сделать не сможем. Все дороги мы никогда не сделаем в этом году точно, и в следующем году мы их точно не сделаем. Порядок определения приоритетов, в этом мы должны услышать общественность. Порядок определения приоритетов. Если в том году была история, когда у нас ремонтировали одну улицу, на которой было две ямки, а в это время оставалась Менделеева возле травмбольницы убитая до такой степени, что даже без травмы ты туда приедешь переломанный, то понятно, что были приоритеты расставлены неправильно. Сейчас с помощью общественности эти приоритеты нужно скорректировать. Услышала. Дорожный миллиард, миллиард рублей в этом году поделят подконтрольные властям компании. Такие заголовки вышли в прессе после того, как власти снова приняли решение, что, как и в прошлом году, работать будут над дорогами Вятавтодор и Гордор-Мосстрой. Мы помним, что была большая дискуссия в прошлый раз, и эксперты, некоторые общественники говорили, что таким образом уничтожается здоровая конкуренция. Но власти настаивали, что две подконтрольные, понятные, прозрачные, проверяемые местные структуры – это эффективнее. Как ты оцениваешь эффективность этой схемы работы за прошедший период? Чтобы оценивать эффективность, нужно сравнивать, во-первых, все цифры, которые в этом случае, в данном конкретном, можно сравнивать. Мы точно знаем, что в то время, когда у нас было несколько подрядчиков, 7 или 8, там были сэкономлены значительные суммы, где-то 100 и 150 миллионов, но мы не знаем другой цифры. Мы не знаем другой цифры следующей. Эти участки были гарантийные. Где сейчас те фирмы, которые будут ремонтировать их по гарантии, их многих нет. Кому предъявлять вот эти претензии, они в итоге лягут на тот же самый бюджет. Когда по закону мы должны были допустить 7 этих самых, или я не помню точную цифру, сколько их там было, вот этих подрядчиков, какие-то там АРТП или какие-то там были вот эти. Где сейчас это АРТП? То есть ты считаешь, что это правильное решение? Я не знаю, я говорю, вот сейчас на данный момент, буквально позавчера я запросил информацию, конкретную информацию, пока ее, к сожалению, не получил, обещали в конце недели, но еще завтра пятница, да, я ее надеюсь, что я получу. Я запросил информацию, сколько конкретно таких участков, которые подлежат гарантийному ремонту, а подрядчика уже не найти. Того самого, который это делал. Нужно понять масштабы. То есть, понятно, если нет сейчас того самого подрядчика, то будут эти ямы устанавливаться за счет бюджета. Сколько будет потрачено? Возможно, эта сумма будет равна той самой сэкономленной сумме. Хорошо. Почему в этом году тогда нет дискуссии, как в прошлом, что схема осталась прежней? Почему нет? Это дискуссия была. Где? В том числе на рабочей группе в общественной палате. Эта дискуссия была. О чем говорили? К чему пришли? Все то же самое. Все то же самое. Искали выход. То есть, мы, во-первых, попросили обосновать власть. Почему вот два самых... Обосновали? Два. Ну, вот то, что я сказал, нам обосновали. Сейчас, чтобы перепроверить, я запросил цифры. Ясно. Общественный контроль в работе этих двух организаций есть? Естественно, есть. Сейчас уже вот на следующей неделе мы едем смотреть, в том числе, выявление вот этих вот гарантийных участков в месте. Естественно, затем все это тоже будет делаться и в том же масштабе примерно, в котором это было. То есть, это никуда не денется. Есть люди готовы это делать, есть все члены рабочей группы готовы выезжать в выездные. Это все. Вот буквально в понедельник мы поедем. Когда можно будет представить вот эту картинку, чтобы уже можно было бы оценить работу по вот этой схеме за прошлый период времени и представить все цифры и так далее? Ну, мне кажется, надо дождаться хотя бы сейчас окончания сезона ремонта дорог. Тогда мы можем понять. А у нас разве заканчивается? Ну, ремонт... Сезон ремонта, закончание основного ремонта, это конец года? Нет. Осень? Осень? Осенью, да. Или ты имеешь в виду гарантийного ремонта? Нет. Почему? И будет и гарантийный ремонт, будет и те самые 19 участков дорог, которые должны ремонтировать уже в плановом ремонте. То есть, это конец года. Так. Про Кочаровский парк и про гарантийные всякие обязательства. В Кочаровском парке очередное затопление. И теперь по проекту, который разработан для отведения воды, на, собственно, на ликвидацию этого затопления будет потрачено, уже принято решение, 20 миллионов рублей. На сам проект Кочаровского парка обновленного потратили что-то 54 миллиона рублей за прошедшие два года. И вот он все топится, явно разрушается что-то еще. То есть, воду будет отводить, что-то еще ремонтировать, кроме того, что еще не все доделано. Вот этот проект по благоустройству Кировского парка, как ты можешь оценить? Мне кажется, здесь нужно задавать вопросы тем, кто ставил подпись под этим проектом. Не-не-не-не-не-не. До вопросов, как ты оцениваешь, это нормальная ситуация, рабочие процессы, достаточные и недостаточные средства. Почему ты хочешь задавать вопросы, кто ставил подпись? Еще раз, что значит, как я оцениваю, какую работу? Значит, ты был в Кочаровском парке? Ну, был, так. За последние два года на его преображение потратили 54 миллиона. На что именно? Ты же был там. Ну, дорожки я видел. Дорожки, основание под фонтан, брусчатка, разные площадки, скамеечки, фонари. Вот на это было потрачено. 54 миллиона. Два года подряд Кочаровский парк топит, потому что не запланировали, не построили заранее. Еще раз говорю, так значит, деньги были потрачены никак. 20 миллионов сейчас заложили, ливневка будет. Я и спрашиваю, как ты оцениваешь этот процесс? Отвратительно. Как можно оценивать? Зачем нужна лавка? Я не знаю, может, ты бы мне сказал, что это нормально. Зачем нужна лавочка, которая стоит в луже? Вот зачем она? Просто она. Зачем? Зачем фонтан, который в луже? А чья ответственная здесь? Я еще раз говорю, того, кто ставил эту самую подпись, надо смотреть и надо вот эту историю поднимать, кто подписывал этот проект. Там же изначально было понятно, что его будет топить. Ну, я не знаю, что за строители, кто подписывал вот этот проект. А история, ты не помнишь, как складывалась, да? История складывалась так, у нас две минуты остается, что внезапно на нас пролился золотой дождь, образовалась программа «Комфортная городская среда». И чтобы получить деньги по этой программе большие, необходимо было сразу же представить проект на что. И достали старые проекты, какие были, потому что не успевали по срокам, никто в стране не успевал по срокам, за месяц, за два надо было это сделать. Старый проект «Парк» и под него получили деньги. И начали с того, что стали благоустраивать, как обычно, как у нас и дороги строят, и дома, без ливневки. И вот что мы получили. То есть, с одной стороны, не было бы проекта представлено, не было бы денег. С другой стороны, деньги получили, что-то построили, все это теперь затапливается. Ну, вот отвратительная общая история. Вот именно, что что-то. И сейчас мы что-то имеем. Вот и все. Отвратительная история. Как к ней можно относиться? Или, опять же, очередной памятник тому, чтобы таких историй больше не повторялось. Мы в любой момент, вот если сейчас что-то, сейчас у нас грядет история с парками, с облагороживанием каких-то участков, реки там. Вот у нас есть живой пример. И мы сейчас вот с тобой, общественники, мы можем пойти и сказать, ребята, вот так делать не надо, потому что у нас будет второй Кочуровский парк. Пойдемте мы вам покажем, какой у нас Кочуровский парк. Все ясно. Владислав Крысов, это его особое мнение, мы сегодня слушали. Спасибо тебе, что ты пришел. Хорошего дня. У микрофона работала Светлана Задько. Всем до свидания. Спасибо. Особое мнение на 101FM